Здравствуйте, мои дорогие! Я очень-очень рада всех вас приветствовать, мои дорогие парфлюбители, парфценители, парфманьяки, ну и просто сочувствующие нашему такому пагубному увлечению. Но пагубное оно, наверное, только с точки зрения кошелька. А так вообще, конечно, в профинвере это прекрасно. И хочу особо поприветствовать, конечно же, моих новых подписчиков. Очень много людей подписалось именно под последним видео. Но добро пожаловать в нашу дружную вот эту парфюмерную семью, как я говорю. И, конечно же, я всем вам очень рада. Ну, а для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Элла. И на моем канале Гипнотик Флёр, ну, конечно же, мы говорим об ароматах и о духах. Сегодня небольшую визию, надеюсь, что мне будет не очень длинным, о моих двух новых ароматах. Сегодня мы вместе с вами распакуем. Я вам говорила, что раньше делала в Инстаграм распаковочки. Сейчас с удовольствием вот сделаю с вами вместе видео. Один нишевый аромат, один люксовый. Моя спонтанная покупочка. Не слепые покупки, но, тем не менее, ароматы довольно интересные. О них сегодня расскажу. Все, сделаю такой небольшой обзор. Все вам покажу, расскажу. Так что, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной, мои дорогие. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Присоединяйтесь вот к нам. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, как всегда, устраивайтесь поудобнее. А мы начинаем. Ну, и, дорогие мои, как я уже сказала, сегодня два аромата на распаковочке. Начнем, как всегда, с ниши. Моя любимая марка Serge Lutans. Я во многих своих видео, во многих подборках рассказываю о ароматах. Аромат, который мы сегодня с вами откроем, который мне повезло. Вот просто я его купила, оторвала, можно сказать, с хорошей скидкой. Аромат называется Datura Noir. Или ночной дурман, как переводится это название. Аромат, который я давно хотела, он очень давно стоял у меня в хотелках. Вы знаете, был у меня когда-то от Леванта, он закончился. И вот с тех пор у меня все стоял этот аромат в Вишвилисте. Но все время как-то другие какие-то ароматы вперед выходили. И все никак не доходило до него очередь. Но, вы знаете, прошел вслух, но я не знаю, правда или нет, что некоторые ароматы Serge Lutans будет снимать с производства. И их, наверное, будет сложно достать. Здесь это, ну, побольше, по дорогим ценам уже будет продавать. Поэтому, конечно же, вот как только была скидка, я схватила этот аромат. Очень рада. Давайте уже буду распаковывать и о нем рассказывать. И, дорогие мои, распаковка, буду распаковывать. И хочу сказать, что, вы знаете, Serge Lutans – это марка, одна из моих любимых нишевых марок. И что там говорить, именно с парфюмерии Serge Lutans, можно сказать, началась сама по себе вот эта вот эра, вот это от направления вот этой нишевой парфюмерии как таковой. Он считается как бы прародителем, вот чуть ли не отцом вот всей нишевой парфюмерии. И, конечно, его ароматы очень самобытные. Сама фигура Serge Lutans, я вам всегда говорила, не могу открыть, вообще так хорошо запакована. Очень для меня, знаете, сама фигура его очень мистична для меня. Мне очень интересна его биография, кстати, очень много интересовалась. Все его ароматы, если мы говорим, то это не просто ароматы, например, нравится, вкусненько, не вкусненько, как вот мы воспринимаем обычные ароматы, а это концептуальная парфюмерия, то есть парфюмерия со своей историей. В каждом аромате рассказана какая-то своя история. У меня, кстати, я вам показала черная обычная коробочка, вот эти стандартные флаконы, конечно же, у меня новодел. И, как всегда, у Lutans собери сам вот этот конструктор, вот такой классический, вот они называются, флакончики. Ну, так называются они, стандартные гробики. Мне не нравится это название, но тем не менее. И отдельно пульверизатор. Меня, кстати, недавно спрашивали как раз, что тоже, когда купили аромат, не понимали, что с этим делом делать. Значит, как мы... Потом закончу рассказ о Сержу Lutans, о его парфюмерии. Сначала давайте покажу, как все-таки это делается. Я уже показывала в каком-то видео. Откручим вот эту кругленькую крышечку, которая просто... Ммм, какая красота! И, конечно же, этот пульверизатор уже готовый для того, чтобы его вкрутить. Вот так вкручиваем. И все. Теперь можно уже... Хорошо проверим, что он хорошо закручен. Раз мне плохо было закручено, потом испарялся аромат. И давайте нанесу вот этот ночной дурман. Датура Нуар. Так, уже наношу. О, как здорово! Теперь у меня 50 мл вот этой красоты. Вы знаете, вот этот аромат, это... Во-первых, еще закончу... Начала говорить о Сержу Лютанце. Конечно, у него вот эти парфюмы... В каждом парфюме рассказана какая-то своя история. И этот аромат, конечно же, тоже вот из этой... Из серии концептуальных парфюмов. И вы знаете, Кристофер Шилдрейк, который работает уже много лет вот с авторством, с самим маэстро Сержем Лютанцем, создал вот этот аромат, как и множество других ароматов. И вот эта работа Датура Нуар, мне кажется, это филигранная работа Кристофера Шилдрейка. Вот аромат, которому трудно какие-то претензии предъявить. То, что касается низшего парфюма, то, что касается какой-то неимоверно красивейшей композиции в плане сочетания нот. Вы знаете, вот этот парфюм я, конечно, не могу рекомендовать всем без затеста покупать. Но если вам нравится и цветочность, причем такая, знаете, изысканная. Если вам нравится такая легкая долика какой-то гурманики. Если вам нравится тонкая такая фруктовость, тоже неявная, и вот это все вместе красиво заплетенное, красиво звучащее, тогда этот аромат вы должны хотя бы попробовать. Потому что я сейчас вам скажу немножко, какие ноты здесь, и вы поймете, вот как звучит вот эта красота, как звучит этот аромат. Итак, вот начну с Дурман. Во-первых, начну с того, что Дурман это действительно такой, ну вот колокольчик в виде нашем представлении. Я выложу где-то фото. У меня, у бабушки на Черном море, где я родилась, прям вот в огороде, в саду, вот на изгороде он так вьется, были вот эти колокольчики белые. И они были просто немоверно душистые. Причем вот я понимаю, почему аромат назван ночной Дурман. Дурман именно ночью, вот когда они закрывались чуть-чуть, это было просто поразительно. То есть днем, когда они раскрыты, я не слышала вот всей этой красоты. Когда, а ночью, когда, я имею в виду ароматы этих колокольчиков, а когда ночью они как немножечко прикрывались, вот. И вот в этой такой, знаете, южной, роскошной, черной, бархатной ночи, вот с этим звездным небом, вот этот вот тонкий, нежный аромат этих колокольчиков слышался, ну, этого Дурмана. Такой тонкий, такой пьянящий. И вот, знаете, вот это наполнение от себя вот этим чувством, вот какое-то действительно пьянящее ощущение вот от этой ночи, вот этого аромата. Именно поэтому я вот очень люблю, вот пока у меня был от Ливан, с удовольствием носила этот аромат, меня прям возвращало вот к тем воспоминаниям и из детства, вот этому запаху этого Дурмана. И парадокс, что самого Дурмана, вот есть аромат там, где есть эта нота, здесь нет вот этой датуры. Нет, все это как бы тоже иллюзорно. Здесь великолепная тубероза, такая, знаете, мягкая, спокойная, которая вместе с миндалем, а здесь именно нота миндаля, такого чуть горьковатого, такого сонидного, тоже не выпирающего. Здесь нет такой вот кричащей миндальности. То, что касается, да, вот тубероза, звучащая с миндалем, дает ему такое мягкое, обволакивающее, какое-то окутывающее звучание. Здесь есть мягкая фруктовость, о котором я говорила, в виде вот персика, и не персика, прошу прощения, абрикоса. Вот мягкого такого вот с кожурой, да, вот этого лохматенького абрикоса и какого-то цитруса, по-моему, здесь мандарин. То есть то, что дает такой вот, ну, мандарин дает немножко сочность, он тоже такой сладкий цитрус. То есть не яркая такая цитрусовость, а именно вот такая фруктовость. Есть здесь даже какие-то и спецовые ноты. Здесь есть мира, мира, амбра, которая дает ему такое еще, знаете, тягущее какое-то звучание вот этому аромату. То есть вот в этом аромате настолько все. И цветочные, конечно, ноты я вам говорила, что здесь вот эта тубероза. Здесь есть и моя роза, по-моему, тоже, которая не слишком не слышится. Но она есть, есть моя любимая нота асмантуса. Вот асмантус, цветок, который вообще в ароматах очень часто звучит пыльно. Вот здесь вот асмантус, он не пыльный, он тоже такой довольно прозрачный, красиво звучащий. И вот все эти ноты вместе заплетенные, конечно, здесь и ванильность, и гелиотроп. Вот сладость гелиотропа, она вместе с миндалем очень красиво звучит. Прям, знаете, такая негурманская сладость, такая завораживающая. И почему я вот вам говорила, что этот аромат хорош тем, что вот в нем вот действительно все очень выверено. Это великолепная композиция. Я бы сказала, композиция на вот 100 баллов из 10. То есть, действительно, Кристофер Шелдрейг сделал просто невозможное, как вот красиво заплел все эти ноты. И мне этот аромат всегда очень нравился. У него великолепная стойкость. Просто действительно аромат очень стойкий. У него красивый шлейф. Вы можете играть с этим шлейфом. Если нанести вот такое облачко, да, и войти в него, у вас будет более длинный шлейф. Если нанести на пульсирующие точки, будет чуть короче шлейф, но будет немножко другое раскрытие. Вот чем мне нравится этот аромат? Он в разное время года, в разное... Ваше даже состояние, вот настроение влияет на его раскрытие. И что-то новое вы для себя услышите. Вот сейчас нанесла, я слышу прекрасно вот эту такую, знаете, чуть-чуть подслащенную туберозу с миндалем. И вот что в этом аромате классное? Нету не яркой цветочности, а вот этот намек. Вот почему вот этот дурман? Этот аромат действительно вас дурманит. И тонкое вот это звучание, вот иллюзорное, эфемерное, вот этого дурмана, которого в пирамиде нет, вы слышите на протяжении всего звучания. Плюс вот эти отдельные ноты. И аромат можно назвать и сладковатым, но не переслащенным. И нельзя его назвать гурманским, хотя сладких нос здесь достаточно. И нельзя назвать его ярко-цветочным, потому что здесь вот все так, знаете, вот в меру. Таких вот, знаете, на таких мягких лапках, вот если можно сказать, та же тубероза, которая обычно яркая, перетягивающая на себя одеяло. Вот здесь нет этого. И те же самые вот фруктовые ноты, которые тоже не яркие, они только дополняют весь этот ансамбль. Этот аромат, наверное, один из которых трудно описать словами. Его нужно один раз просто попробовать на себе. Так что, дорогие мои, я долго о нем говорила. Я люблю действительно этот аромат. Очень рада, что со скидкой сейчас купила себе его, что он у меня будет в коллекции, буду с удовольствием пользоваться. Сейчас его время, раскрытие очень красивое. У нас сейчас немножко похолодало в Италии. Уже не так жарко, вечерами даже прохладно. Был один день такой прохладный. Этот аромат дал вот свое самое лучшее раскрытие. Вот один раз, когда я пошла покупать этот аромат, и в магазине нанесла на себя, и вышла как раз вот в этот такой прохладный воздух, и поняла, что да, как хорошо, что все-таки сейчас я его купила. Это была неимоверная красота. Так что, дорогие мои, знакомьтесь вот с этим ароматом от Сержа Люданса. Кто еще не знаком, кто знаком, пишите мне в ваших комментариях, нравится, не нравится. Не всем нам нравятся одни и те же ароматы, поэтому вполне возможно, что кому-то не нравится его звучание. Но я просто обожаю вот все-все от одной, вот от первой до последней ноты. И все они слышны вот в том или ином звучании. В общем, великолепный аромат. Хватит о нем. Переходим ко второму аромату люксовому. Люксовому это моя спонтанная покупочка. Аромат от Moschino. Довольно, ну, недорогая люксовая марка. Аромат, который называется Fresh Couture. И вот такая белая элегантная коробочка с золотой полосочкой. И вы знаете, вот сейчас мы будем распаковывать, кто знаком с этим ароматом, для того не будет сюрпризом. Ничего, абсолютно. А вот кто не знаком с ним, для того будет очень таким большим сюрпризом. То, что достану я из этой коробочки. Красивой, элегантной. Почему все-таки купила этот аромат? Очень долго вокруг него ходила. Знаете, вот прям кругами надо, не надо. Но последней каплей было то, что... Кстати, он тоже вот сейчас исчез из продажи у нас. Тоже поговаривали, что его снимут. И парфюмер этого аромата, мой любимый, Альберто Морилес. Обожаю его творения, его парфюмы. И, конечно же, он делает всегда шлейфовые, стойкие ароматы. И поэтому, думаю, ну, раз сделает аромат Морилес, конечно же, куплю. Ну и, дорогие мои, тадам! Давайте сейчас достанем... Ой, тут еще с такими наклеечками. Не открыть просто так. Так, заклеены такие по бокам. И достанем флакончик, который я вам скажу тоже. Первый раз, когда увидела, у меня недоумение было. Сейчас расскажу вам эту историю. Давайте достану его. Та-дам! Кто знает уже этот аромат? Конечно, карточка Маскина. Вот такой флакошек. Это просто... Это у меня маленькая тридцаточка. Больший флакон, он как бы больше похож на настоящий вот эту... Жидкость, да, для мытья окон. Такой же пульверизатор. Кстати, я, правда, не знаю, как им пользоваться. Как, что, куда, что нажимать. Вот, правда, не знаю. Я боюсь, что даже я тут без 100 грамм не разберешься. Ой, дорогие мои, я не знаю, как... Я знаю, что, по-моему, он так им... Или вот... Вот! Больший объем, по-моему, он так и нажимается с пульверизатором. Маленький объем снимается, это только как колпачок. А, может быть, я ошибаюсь. Я вот не помню. И давайте тоже нанесу на вторую руку. Какая я... Ой, как хорошо. Тоже довольна, что я его купила. Пусть будет маленький объем. Буду его носить, конечно, более, я считаю, более на лето, на весну. Вот этот аромат, сейчас о нем скажу. Сначала скажу историю, да, вот этого флакончика. Наверное, кто его здесь на первый раз видит, недоумение, да? Неужели такая необходимость сделать такие флаконы, когда можно было сделать что-то поизящнее? Ну, вы знаете, это, конечно, такая немножко юмора, немножечко такого трэша, скажем, в хорошем смысле этого слова. Первый раз я увидела этот флакон, мы с сестрой, она была у меня здесь в гостях, зашли в парфюмерный магазин. И, знаете, среди вот всех полочек парфюмов стояла большой объем вот эта бутылка. Она вот как-то вот стояла одна, сиротливо. И мне сестра говорит, как ты думаешь, это уборщица убирала, забыла оставить, или это тот же парфюм? Я говорю, не знаю, я такого никогда не видела. Это какое-то просто, это было уже несколько лет назад. И вы знаете, честно вам скажу, это было как-то стрёмно. Вот нам казалось, что даже вот взять, если мы начнем взять, возьмем в руки, будем разглядывать, думать, как это все нанести. Может быть, действительно это уборщица оставила, у нас посмотрят, как ненормально, что мы взяли моющее средство и пытаемся что-то куда-то нанести. Вот правда такое недоумение было, пока я уже в другом магазине, уже когда одна была, не подошла к полочке и не увидела, что действительно это парфюм от Маскина. Потом уже, вы знаете, появились и золотой такой вот флакончик, и розовым. В общем, целая серия таких ароматов, но, по-моему, вот этот был первый. И фреш-кутюр. Знаете, это, если говорить о его звучании, тоже это такой, знаете, цветочно-фруктовый аромат, но вот здесь тоже есть мои любимые ноты. И когда я его принесла вот на блотере домой, когда вот перед тем, как у меня вообще закралась мечта его купить, я услышала, что это красивое, мое любимое в звучании. Побежала на фрагрантику, конечно, здесь малина, малина с пионом. И опять же, здесь, по-моему, есть и нота моего любимого османтуса. То есть, вот, люблю я османтус, люблю звучание малины в той или иной степени в ароматах. И здесь вот это есть сердце. Астарт – это бергамот, мандарин и чувственный ланг-иланг. Такой яркий цветок, который здесь, знаете, вот не дает свою вот эту яркую такую, очень такое хищное тоже звучание, довольно яркое. Он здесь очень хорошо вот звучит вместе с этой малиной с пионом. То есть, не выпирает тоже. Это мне очень понравилось, насколько вот цветок яркий ланг-иланг вместе с пионом, с османтусом вот в этом трио звучат. Ну и, конечно же, малина. Сладкая, вкусная, но тоже не переслащенная. База этого аромата – это древесные ноты абраксан и пачули. Вот абраксан, он как бы усиливает звучание древесных нот в базе. Ну и пачули, такие, знаете, мягкие, спокойные, приятные, чувственные пачули, дает этому аромату еще какой-то, наверное, чувственности. То есть, это не просто компотик, не просто такая жидкость. И, вы знаете, нет никакой химозности. Хотя вот этот флакончик, он навевает вот мысли о чем-то таком химозном. Многие в отзывах, даже на фрагрантике писали, что когда я вижу этот флакон, уже не важно, чем пахнет, я когда его наношу, мне сразу слышится какая-то жидкость для очистки окон, какая-то химозность. Вы знаете, дорогие мои, да, флакончик, вот зрительная ассоциация, она создает такое ощущение. Но если абстрагироваться от флакона, который, я считаю, это просто такая ухмылка, задумка, да, создателя, вот дизайнера флакона, то аромат шикарный. У него, несмотря на то, что это такой фруктово-цветочный больше аромат, такой, ну, легкий, непритязательный, нету в нем какой-то сложности особой, да, ну, и никакого там раскрытия особого. Но, тем не менее, аромат хорош. И вот что мне нравится, то, что он и стойкость у него хорошая, и шлейф прекрасный, и вот эта и малинка хорошо слышится, и вот эти цветы. И у него есть какой-то такой стержень, он, вот, есть своя какая-то изюминка, и мне нравится, что, несмотря на то, что вот говорят о химозности, я не слышу ни одной химозной ноты. Все очень гармонично, натурально. Ну, и, конечно же, спасибо, опять же, Альберту Морелесу, шлейф этого аромата есть. И он комплиментарный аромат. Такой, знаете, вот даже, когда принесла блотер домой, когда тестила его, и ребенок, и мой муж сказал, ой, как вкусненько пахнет, наконец-таки, чем-то у нас вкусненьким пахнет, а не какими-то там вот этими, как у меня обычно, эти лежат блотеры с нишей, и все ходят мимо и зажимают нос, да. Этот аромат, действительно, он будет комплиментарным, потому что вот эта сладенькая малина, и вот эти сладкие ноты, они такие. Ну, и, дорогие мои, пишите в отзывах, кстати, забыла сказать, кто знаком уже вот с этим оригинальным ароматом фреш-кутюр от Москина. Будет интересно и ваше мнение. Но я довольна, что я обзавелась тридцаточкой. Кстати, он пропал из продаж. Уже давно на полочках не вижу вот этого оригинального флакона. Думаю, что, может быть, я успела заскочить в последний вагон, купить себе вот эту тридцаточку. Все, дорогие мои, сегодня были вот эти две новички распаковки. Наверное, я увлеклась, как всегда, и, возможно, видео получится длинным. Ставьте лайк, если чем-то оно вам понравилось. Если есть у вас что сказать по поводу ароматом, пишите. Если нет, то пишите, что хотите. Как всегда, увидимся скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok